Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы продолжаем с вами изучать псалтырь. Наши встречи проходят в актовом зале Средской духовной семинарии, а любезно записываются редакцией портала экзегет.ру. Переходим мы с вами к изучению 106-го псалма. Он входит в состав 15-й кофизмы. 106-й псалом. По содержанию это благодатственная песня. Скорее всего, эта песня в период ее исполнения до Рождества Христова была предназначена для тех паломников, которые приходили на важнейшие храмовые праздники в Русалим. Псалом начинается с призыва восхвалять Господа. Затем следуют 4 страфы, 4 фрагмента, которые соответствуют, как считают одни исследователи, 4 этапам жизни Древнего Израиля, или 4 историческим ситуациям. Но мы бы сказали еще, что они соответствуют 4 типам настроя людей, 4 типам жизненных ситуаций, в которых, в принципе, может оказаться каждый человек. Прежде всего, это путешественники, которые странствуют по пустыне, претерпевая голод и жажду. Идут и идут до тех пор, пока Господь не приведет их к населенному городу. Второй тип людей – это узники, заключенные, которые были освобождены Господом из тьмы и тени смертной. Третья категория – больные, те, которые выздоровели после того, как осознали свое безрассудство. И, наконец, моряки, которые благодаря помощи Божией претерпевают бури и штормы и благополучно прибывают к желанной гавани, к желанной пристани. В каждой из этих форментов, в каждой из этих стров есть двойной рефрен. Может быть, это был припев. Воззвание ко Господу во время скорби и побуждение прославлять Господа. Этот рефрен не только побуждает признать благость Творца, который избавил и продолжает избавлять от опасности, но и публично об этом рассказать в собрании верных. Четыре направления мыслей подобны четырем сторонам света. Жаркое солнце пустыни может быть для нас символом Востока. Тьма – символ Запада. Бедствие при вратах смерти – символ Севера. Путешествие по морю – символ Юга. С четырех сторон света собрал Господь свой народ, чтобы имя его прославлялось в народном собрании, в собрании старейшин. Для придания своей речи выразительности псалмопевец при этом использует параллелизм и игру слов. Начиная с 33 стиха вплоть до конца псалма следует описание могущества Господа, который может превратить в пустыню в озеро или, напротив, высушить источники вод в зависимости от степени благочестия народа и его князей. По стилю вторая часть псалма, то есть с 33 по 43 стихи, напоминает литературу мудрости. И она явно отличается по жамудру от первой половины. В частности, окончание псалма, последние два стиха, с его антитезами «праведность, нечестие» имеет типичную форму для литературы мудрости. В силу этого некоторые исследователи даже выдвигали гипотезу, что первоначально две части псалма были независимыми гимнами, которые были кем-то впоследствии объединены в один псалом. Другие, напротив, полагают, что вторая часть псалма является своего рода богословским выводом из всех четырех описанных высшей истории. Мы будем придерживаться той точки зрения, что этот псалом изначально создан целостным, и на примере комментария каждого из его отделов покажем его неразрывное единство. Итак, переходим к детальному рассмотрению стихов псалма. Первые три стиха. Псалом начинается с точно такого же призыва прославлять Господа, как и начало предыдущего, 105-го псалма. «Милость его вовек», означает, что его любовь вечна. Бог всегда любит людей. Это должно хорошо понимать и помнить избавленное Господом. Господь – Спаситель. Он избавил от рук врагов. Под врагами здесь могут пониматься не только конкретные враждебно настроенные люди, но и какие-то невзгоды в самом общем смысле этого слова. Под странами, из которых Господь привел людей, скорее всего, имеются в виду чужие страны. Пришедший ко Господу народ собирается в храме его Святаго Града. В третьем стихе перечисляются четыре стороны света. Вместо понятия «юг» в масорецком тексте стоит слово «море», за которым узнается ссылка на «южное море». Скорее всего, это указание на море соответствует современному заливу Акаба на севере Красного моря, который отделяет Синайский полуостров от Аравийского. Так, если мы посмотрим на карту Древней Палестины, то мы увидим, что в третьем стихе описываются не просто четыре стороны света, граничащие с Древним Израилем, но и четыре направления, из которых репатрианты могли вернуться к себе на родную землю. В четвертом-девятом стихах речь идет от лица первой из четырех групп странников, которые были избавлены Господом от различных бедствий. Итак, первый тип страдальцев – это люди, которые претерпели изнурительные путешествия по пустыне. Неясно, какие именно путешественники имеются здесь в виду. Совершившие исход из Египта или вернувшиеся из Вавилона, а может быть, в целом, заблудившиеся по пустыне люди. «Населенный город», четвертый стих, это место, приспособленное для обитания людей, населенный пункт, в котором человек ощущает себя в безопасности. В таком городе, измученные жарой и жаждой путешественники, могут обрести для себя место для ночлега, еду, врачебную помощь. Вообще, надо сказать, что город в библейском мышлении очень часто противопоставляется пустыне не только в отношении комфортности жизни. В городе все есть для того, чтобы жить. Но еще в неком духовном плане, мистическом, мы бы так сказали бы, город – там место, где есть люди. Город – это место, куда могут приходить и являться ангелы. Пустыня – это место, где обитают звери. В пустыню отсылается тот или иной бес, который изгоняется из человека. И там он бродит по визводным местам и пугает одиноких странников. У этого образа пустыни, странствуемый по пустыне, есть как минимум три уровня толкования. Первый – буквально исторический. В плане истории древнего Израиля как минимум два было эпизода, когда евреи большими, так сказать, группами или всенародно даже совершали соответствующее странствование. Первое такое странствование связано было с историей исхода из Египта, когда 40 лет их Моисей водил по пустыне. Второй этап странствования был во время возвращения из Вавилона, когда они группами не одновременно исходили из местопотамии и через пустыню продирались, шли, порой даже бывало поодиночке к себе домой. Итак, первый уровень толкования буквально исторический. Второй уровень толкования может быть более личностный. Он тоже в какой-то мере буквальный, но лишен исторической привязки. Например, таковыми могли быть одинокие путешественники и в более позднюю эпоху после возвращения из плена. Например, те, которые по торговым делам с караванами отправлялись в Египет, отправлялись в Аравию или в Месопотамию, в Вавилон, в Ниневию, в Эдессу или в какие-то другие места. Такие путешественники встречаются и в наши дни. И, наконец, третий уровень толкования, который мы могли бы назвать духовным. Это люди, которые страствуют по духовной пустыне. Таковыми могут быть люди, которые живут в обществе неверующих людей, в обществе, среди которых редко встретишь в себе единомышленника. То есть, когда тот или иной благочестивый христианин или христианка живут, например, в стране, в которой тяжело поклоняться свободно Господу, исповедовать свою веру, или просто в ближайшем окружении нет человека единого с тобою по духу, нет доступа к литературе, нет возможности участвовать в богослужении. И человек себя ощущает в некой пустыне. Мы могли бы сказать больше. Иногда бывает не только время и место, но и само состояние человека можно назвать духовной пустыней. Когда он не чувствует благодати Божией, когда в нем оскудевает присутствие Святого Духа, когда он сам по временам чувствует себя словно в пустыне. На сердце печаль, давит уныние, нет никакой радости, безнадежность. И такой человек может даже ощущать богооставленность. И вот из такого состояния выводит Господь, посылает свою милость, напоминает о себе. И алчущему стоит только захотеть человеку возжаждать Бога, дает воду живую с избытком. В евангельском повествовании мы встречаем указания на то, как Господь Иисус Христос изгоняет нечистого духа, страждущего человека, и этот нечистый дух отправляется бродить по пустыням. Надо сказать, что образ пустыни действительно для древних людей соединял и в буквальном смысле слова, нес в себе в буквальном смысле слова представление о месте обитания падших духов. Особенно ярко и развернуто это мы встречаем в творениях египетских отцов-пустынников. Тех отцов, которые жили не просто бок о бок на границе с пустыней, а описание жизни тех людей, которые жили в самой пустыне, сталкиваясь с ее реальностью каждый день. И вот такая пустыня, она мыслилась местом концентрированного присутствия падших духов. С чем это могло быть связано? Это могло быть связано с тем, что человек, живя в пустыне, претерпевая голод, наготу, жажду, зной или холод по ночам, оказывался на границе жизни и смерти. А как известно, особенно на границе жизни и смерти, это мы можем и на нашем собственном опыте пережить на границе бодрствования и сна. Сон – это прообраз смерти. Засыпание – некий прообраз умирания. Когда мы перестаем контролировать себя, когда мы недвижимы, когда мы лишаемся способности что-либо сделать, как-то двигать наш организм, и оказываемся на границе засыпания один на один с нашими помыслами, с нашим опытом жизни или с присутствием падших духов. Итак, в пустыне, на границе жизни и смерти, наяву, во сне или в видении египетским пустынникам представлялись падшие духи, то принимая образ женщин, ну, как правило, падших женщин, то принимая образ зверей, каких-то змей и скорпионов, а то пугая пустыней, как некой темной и мрачной бездной. Поэтому в каком-то смысле слова мы можем сказать, что указания на пустыню согласно Евангелию мы можем воспринимать не только буквально, но метафорически. То есть выгнал куда-то, где нет Бога. Выгнал вне человека, в безвоздушное пространство. Но если присмотреться к писаниям египетских отцов-пустынников, то получается, что именно там, в пустыне, бесы с наибольшей силой приступали к Антонию Великому, преподобному старцу, и к другим подобным пустынникам, которые вели борьбу не только с мелкими бесишками, домовыми, которые прячутся в темных узлах, но и с князем бесовским, который хотел положить таких старцев, как преподобный Антоний, на лопатки. Итак, пустыня может нами пониматься и в буквальном смысле слова, как место, где человек чаще оказывается с опасностью смерти, так и в духовном смысле. То есть, вне сердца, вне пространства благодатного присутствия Духа Святого в сердце человека. Кстати, современные писатели, авторы книг по христианской психологии, или какие-то современные проповедники, которые размышляют о состояниях пограничных между жизнью и смертью человека, говорят, что очень важно обратить внимание на последние минуты жизни человека. Как Христос говорит, в чем застанут, то мы сужу. Поэтому очень важно попечение об умирающем человеке, который находится на одре болезни, потому что на границе между этой и иной реальностью человек может или покаяться, совершить в жизни категорический переворот в последний и единственный раз жизни причаститься, исповедоваться, принять Христа как своего Спасителя, поверить Бога. Или наоборот, находясь в муках и агонии, в последнюю секунду может Бога проклясть и оказаться в состоянии богооставленности и в этом состоянии войти в жизнь вечную. И вот на этом пограничном состоянии между жизнью и смертью происходит самая великая битва между ангелом-хранителем и каким-то бесом или легионным бесом за жизнь человека. Это как бы преддверие мытарств, потому что в тот момент, когда решается участь человека, бес более всего начинает навевать каких-то пагубных мыслей и подталкивать человека к самоубийству. Обратите внимание, что вот даже в нашей повседневности вы можете заметить, что помысли о самоубийстве чаще приходят на ум людей, которые находятся или в состоянии крайней депрессии, алкогольного опьянения, наркотической зависимости, или в состояниях измененного сознания, например, в состоянии глубокого стресса. То есть в тех состояниях, когда человек уже приближается к порогу смерти. И тут дьявол пытается максимально ухватить его, задушить его помыслом, что ты должен сам покончить жизнью. Но если человек преодолеет это состояние, как пишет Евагрий Пантийский, то, выйдя из него, он придет еще больше силы, больше энергии, второе дыхание, чтобы достичь серьезных результатов духовной жизни. Но, конечно, нам не нужно себя доводить до такой крайности, чтобы потом из этого выходить. Но речь идет о том, что человеку Господь может дать двойные силы, чтобы он выкарабкивался, если он сам этого захочет. Это очень важный момент. Образ изнемогающей души передает ощущение безнадежности. Исохшая, истомленная душа это человек, который потерял всякую надежду, унывает и от слабости падает в обморок. Текст шестого стиха с неизначительными вариациями повторяется в псалме четыре раза. В тринадцатом, девятнадцатом и двадцать восьмом стихах мы встречаем практически те же самые слова, что и в шестом стихе. Каждый из четырех стихов служит переходом от первой части строфы, которая описывает бестонное положение людей, ко второй части строфы, которая повествует о пришедшем от Господа спасении. Для придания тексту насыщенности используются синонимичные глаголы. Так, например, в шестом стихе употребляется глагол «избавлять», в тринадцатом, девятнадцатом «спасать», а в двадцать восьмом «выводить». Все они об одном. В седьмом стихе снова упоминается населенный город. Выше было сказано о блуждании по какому-то безлюдному месту. Здесь же речь идет о какой-то прямой дороге, которая ведет к заветной цели в город, где можно жить и общаться с единомышленными людьми. Слова восьмого стиха также являются рефреном, сказанным как бы от третьего лица. Это побуждение прославлять Господа слово в слово повторяется в Псалме также четыре раза в пятнадцатом, двадцать первом и тридцать первом стихах. Выражение «сыновья человеческие» обычно означает людей любого возраста, человечества в целом. Поэтому значение данного рефрена может быть довольно общим. Все должны словословить Господа за его милость к людям, а не только те, которые получили от него какую-то чудесную помощь. Душа жаждущая и душа алчущая это те, кто хочет есть и пить. То есть в буквальном смысле голодные, жаждущие, скитающиеся бездоленные люди. Во второй страфе десятой, шестнадцатой стихи псалмопевец описывает, как Бог освободил заключенных. В буквальном смысле это могли быть освобожденные из тюрем. В переносном смысле это те израильтяне, которые освободились от вавилонского плена. Мы бы сказали и дальше, опираясь на святоотеческую, а на Гогию это могут быть все вообще люди, которые освободились от плена греховного. Они сидели во тьме и тени смертной. Другими словами, находились в глубочайшей тьме. Жили в чрезвычайно мрачном месте или находились в тьме неведения истин Божиих. Там они были связаны не только цепями, но и скорбями душевными, духовными. Их страдания были следствием непослушания Богу, пренебрежением заповеди Его. Из-за того, что они не брегли о воле Всевышнего, враги увели их в плен. Одиннадцатый стих. В данном случае десятый и одиннадцатый стихи логичнее поменять местами, поскольку одиннадцатый стих говорит о причине, а десятый о последствиях страданий. В результате их непослушания сердца их были сокрушены, их дух был подавлен. Бог смирил их натуру тяжелым трудом, сам труд был преткновением для развития их самомнения. Таким образом, они ослабили физически и морально. Стих тринадцатый, как и шестой, является переходом от описания страданий людей к утверждению о том, что их спас Господь. Тьма и тень смертная ранее навевали отчаяние, но теперь они уже не страшны, поскольку Бог вывел страждущих из тьмы и мрака, расторг узы смерти. Освобождение заключенных подобно бегству из ненавистного города. Если присмотреться внимательно к четырнадцатому стиху, Бог буквально разорвал веревки, узы, которые связывали узников, пленников. Разбил в дребезги медные врата, разломал напополам железные запоры. За этими образами вероятно стоят намеки на города, в которых под замком содержались угнанные в плен израильтяне. Тон псалма напоминает обетование пророка Исаия о чудесной помощи Божией своему помазаннику. Цитирую. «Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю». Третья страфа 17-22 стихи относится к тем, кто был болен и близок к смерти. Формент начинается со слова «безрассудное». Это очень сглаженный термин, который, если взять за основу древнееврейские слова, звучит очень выразительно и жестко. «Глупцы», «дураки». Безрассудство по псалму стало причиной страданий. Безрассудные были сокрушены страданиями из-за неправедного образа жизни. Вполне возможно, что они были достаточно умны, чтобы обойти гражданские законы, но их земное мудрование оказалось пред Богом глупостью. Поэтому они сами пострадали из своих грехов, пострадали по глупости, поскольку не хватило ума жить по закону Божию. «Находясь в сплоченном состоянии, они стали питать отвращение к любой пище». 18 стих. «И поэтому приблизились к смерти». Врата смерти – это фигура речи для описания преисподней – шиола. Это если представить себе, шел по-другому яма. вот в такую яму цистерну, такие цистерны могли быть резервуарами для воды и темницами, куда могли опускать пленников. Ну, что-то вроде бы современного глубокого колодца, который расширяется к низу, образуя пространство, в котором можно что-то хранить или кого-то содержать. погреб, куда спускаются по веревке. И вот эти погреба, ямы, их закрывали какими-то решетками или люками. И вот эти решетки или люки мы могли бы обозначить как врата, двери. И вот когда речь идет о том, что Господь сломил врата смерти, в буквальном восприятии древних людей это как раз вот этот люк, который закрывает колодец, в котором хранились связни, узники. Так вот, врата смерти это фигура речи для описания преисподней Шиола. Пройдя ворота смерти, человек словно оказывается в городе мертвых, из которого никто не возвращается. Но так в реальности и было, что иногда пожизненное заключение в яме, куда по временам, если не забывали, конечно, стражники, кидали сверху еду и питье, там могли и умирать люди. И поэтому путь в такую темницу мог быть дорогой в один конец, в смерть. 20 стих дает отчетливое понимание, что беззаконный образ жизни может вести к физиологическому заболеванию. В частности, на это намекает глагол исцелил. Он употребляется в священном писании для обозначения врачевания ран, болезней и восстановления целостности организма. Стоит Господу послать слово, как человек исцеляется от тяжелого недуга и опасности преждевременно умереть. Несмотря на глупое поведение отвернувшихся от Бога людей, Господь не дал им умереть, исцелил от болезней, чтобы, видя его милость, они приносили избавителю жертву хвалы. В песнях возвещали о его делах. Указание на благодарственную жертву, 22 стих, переносит читателя псалма в Иерусалимский храм. Именно там в храме во время собрания общины совершались жертвоприношения мелкого и крупного рогатого скота. А жертвоприношения сопровождались пением псалмов и игрой на музыкальных инструментах. Иисус Христос, очищая прикаженных от болезни, повелел им показаться священникам, прийти в храм и принести благодарственную жертву. Речь даже не в том, чтобы священники удостоверились в происшедшем исцелении, а в том, что выздоровление от болезни является поводом для радостного приношения жертвы благодарности Богу. Хотя бы жертвы словословия собственных уст. В нашей современной жизни люди чаще всего идут в храм, когда болеют, а когда выздоравливают, забывают дорогу в храм. Но логика данного псалма совершенно обратная. Такое впечатление, что Господь специально попускает болезни, чтобы, выздоровев, человек пришел его поблагодарить в церковь. 23-32 стихи. В четвертой страфе псалмопевец призывает мореплавателей благодарить Господа за благополучное завершение путешествия в желаемой пристани. По всей видимости, речь идет не о случайных путешественниках, но о мастерах своего дела, которые зарабатывали на жизни перевозками по морю пассажиров и грузов. Поскольку псалмопевец сравнивает море с большой водой, следовательно, речь идет о Средиземном, а не о Галилейском море. Сами евреи не были мореплавателями. Большая часть побережья Средиземного моря контролировалась финикийцами или филистимлянами. Следовательно, можно с осторожностью предположить, что какие-то евреи работали матросами на кораблях, плавающих под нееврейскими флагами. Или как бизнесмены фрахтовали иностранные суда для перевозки своих товаров. Чудесные дела Господа в Пучине 24 стих это указание на штормовую погоду. При этом здесь буря не возникает сама по себе. По Слову Господа появляется порывистый ветер, поднимаются высокие волны, по Его же Слову природные стихи успокаиваются. Еврейский термин Пучина здесь подчеркивает не первозданную Пучину, как в первых стихах книги Бытия, бездна. Здесь подчеркивается глубина моря, его бездонность. Бурный ветер на открытом морском пространстве поднимает волны, способные затопить корабль. В такой морской Пучине чуть не утонул пророк Иона, когда его закружил водоворот и волны уже проходили над его головой. Из текста 26 стиха до конца не ясно, что именно подбрасывается до небес и падает до глубины. Но можно предположить, что речь идет о кораблях, а не о волнах. В таком случае перед нами картина шторма в действии, когда высокие волны играют с кораблем, как с игрушкой, то подбрасывают его на гребне ввысь, то оставляют падать вниз в пустое пространство между волнами. Пострадавшими от качки являются пассажиры кораблей, которые впоследствии кружатся и шатаются как пьяные. 27 стих. При такой качке даже у самых смелых может потеряться мужество. Слово мудрость здесь означает мастерство моряков. Хотя они могут быть профессионалами своего дела, но в экстремальных условиях они не знают, что делать дальше. Они не контролируют ситуацию, потому что от них ничего не зависит. Душа их тает от бедствия. За словом бедствия может стоять не болезнь души, а морская болезнь. Таким образом, во время бури мореходы не только цепенеют от ужаса бушующей стихии, но и претерпевают боль от ударов о корабельную палубу или от проблем желудком. Трагедия полного крушения фарсийских кораблей, кстати, описана у пророка Иезекииля. И там очень похожее описание того, что претерпевают мореходы во время бури. В последующих стихах 28-30 псалмопевец описывает, как Господь спас моряков. После того, как мореходы в состоянии беспомощности воззвали к Богу, он утихомирил шторм, волны стихли. По-видимому, это произошло по его слову, которое сыграло роль повеления для стихии. Кстати, здесь можно сделать ремарку. Если по мысли автора псалма, по слову Господу, которое остается невидимым, неслышимым для самих мореплавателей, посылается шторм и утихомиривается, то, согласно евангельскому повествованию, Христос не вызывает шторм своим словом, но по слову Его, которое стало для всех явным и слышимым, шторм моментально на Галилейском море прекращается. Пассажиры корабля обрадовались, поскольку утихли волны и они добрались до заветной гавани. Слово, переведенное на русский как пристань, встречается в Библии всего один раз. В переводе с аккадского оно означает город. В то же время многие современные переводчики предпочерпают употреблять слово пристань, а не город, поскольку термин пристань взяли за основу создателей септуагинты. Конечно, Господь не совершал мгновенного перенесения корабля из одной точки моря в другую, но после его вмешательства остальная часть пути корабля до места назначения прошла благополучно, и поэтому корабельщикам показалось, что они плыли гораздо быстрее, чем во время шторма. Все четыре типа людей, совершавших свое странствование по жизни, через труд и болезнь добрались до желанной цели. В 32-м стихе они словно собираются все вместе в храм, чтобы в народном собрании прославить Бога. При этом автор псалма отдельно выделяет старейшин, лидеров общины, от активной позиции которых зависела участь их больших семейств, целых родов, фамилий. Во второй части псалма 33-42 стихи описывается характер Бога по отношению к нечестивцам и праведникам. Здесь автор псалма использует терминологию, взятую из описания истории поселения евреев в земле обетованной. Непростых времен, вызванных ассирийскими и вавилонскими нашествиями, унижением и изгнанием последних иудейских царей и, наконец, восстановлением Сиона после плена. В 33-35 стихах говорится о том, как Господь через силы приоды влияет на плодородность почвы, а через нее на благополучие людей. Высушивая родники и реки, Он делает почву для одних людей непригодной для земледелия. Например, если источники высыхают, земля становится бесплодной. Соленая земля, как известно, бесполезная для ведения сельского хозяйства. Как в книге Второзакония сказано, не засеивается и не произращает она, и не выходит на ней никакой травы, как по истреблении Содома. Она не дает урожай из-за соли, сама превращается в жаждущую пустыню. Напротив, посылая воду в пустынях, давая источникам силу пробиться сквозь иссохшую землю, Господь делает непригодную для земледелия почву снова плодоносной. На ней поселяются алчащие люди и строят там города. Их поля и виноградники дают обильные плоды, умножается поголовье скота, увеличивается численность населения. И то, и другое связано с благословением от Господа. 39-42 стихи. Если выстраивать причинно-следственную связь в привычном для нас порядке, то логичнее поменять местами стихи 39-40. Стих 40-й является пересказом слов из книги Иова, по которому Господь, цитирую, покрывает стыдом знаменитых, оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Князья, которые критикуются в Псалме, скорее всего, были высокопоставленными вельможами или даже, возможно, тиранами. Они упали от угнетения, бедствия и скорби, что может свидетельствовать о позорном поражении в какой-то битве и последующее порабощение евреев интервентами. В результате поражения число их подчиненных уменьшилось. Некоторые исследователи считают, что такими неудачливыми князьями могли быть два последних царя Иудея перед Вавилонским пленом, в частности, Иехония и Седыкия. В 41-м стихе Бог приходит на помощь угнетенным и избавляет их от бедствий. Бедные это израильтяне. Господь умножает род их как стада овец, что является показателем высокой рождаемости детей и быстрого прибавления численности населения. В таких случаях дипломатичнее было бы сказать, он сделал их семьи многодетными. Однако, в том-то и особенность древней библейской литературы, что сравнение демографического роста населения с умножением поголовья скота не считалось чем-то зазорным и неполиткорректным. Наблюдая за всем происходящим, благочестивые люди радуются и одобряют справедливые деяния Господа. Нечестивые, напротив, смыкают свои уста и приходят в молчание. Им нечего сказать против всего происходящего по воле Божией. Псалом завершается призывом поразмышлять о милости Господа к своему народу. Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет. 43 стих. Это значит, что увидеть чудеса Божии мало. Необходимо задуматься над их смыслом, над тем, какой я лично из этого извлеку для себя урок. Кто мудр, тот увидит в деяниях Бога милость вести образ жизни праведника. Участвовать в богослужении, радуясь тому, что мы несем, якоже прочие человеческие, хищницы, неправедницы, прелюбодеи, это все равно, что поливать водой асфальт с надеждой на то, что что-то вырастет. Мудр тот, кто понимает, что такое жизнь и какова цена страданию. Мудрый человек размышляет о Божьем промысле до того, как его посетят испытания. Мудрец понимает, что наблюдаемые им чудеса Божии не должны промелькнуть в его сознании всего лишь как кратковременный эмоциональный опыт. Сегодня прикрестился в страхе, а завтра, когда стало все хорошо, о Боге забыл. поэтому, поклоняясь Богу в храме, мудрый человек снова и снова вспоминает о прошлом, пересказывает древние библейские истории, чтобы, ходя в заповеди Господних и умоляя себя до образа алчущего и жаждущего правды, выстроить себе твердый путь для будущей вечной жизни. Благодарю за внимание. Продолжение следует...